Как я не крестился. История со счастливым концом. Когда в 1993 году я на долгих 13 месяцев улетал учиться в Соединенные Штаты Америки, моя мама дала мне в дорогу сложенный в четверо лист бумаги с написанными от руки словами «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворец». Слов было много, слова были непонятны, но из всего того багажа, что я увозил с собой на этот ужасно долгий год, это было самое ценное. Хоть объяснить этого я бы не смог ни себе, ни кому-то еще. Просто это чувствовал. Я сложил аккуратно этот листок в паспорт, потом долго, пока края не истерлись, носил в бумажнике. А сейчас тот листок вот с теми словами «Бесценный реликвий, я сейчас ни капли не лукавлю, хранится у меня дома, в рамке, на самом видном месте». В нашей семье, как и, наверное, в большинстве советских семей, не было ни икон, ни распятий. Никто не ходил по воскресеньям в церковь и не читал вечерами Евангелие. А боги не говорили. Тогда было принято на вопрос «Вы атеисты?» С какой-то упертой, странной гордостью отвечать «Да, мы атеисты». Но сейчас, когда я оглядываюсь на 30 лет назад, у меня не повернется язык сказать, что не верили. Верили. Верили, чувствовали, просто не понимали. А оттого не принимали. Верили, но не умело, словно дети, которые ни говорить, ни читать не умеют. И я, по большому счету, тоже верил. И, оглядываясь назад, я понимаю, что все это время неосознанно искал дорогу к Богу. Слышал, что стучится он ко мне, но, словно все тот же несмышленый ребенок, просто не знал, как поворачивается ключ в замке, чтобы открыть дверь. 20 лет спустя я в качестве журналиста отправился в пресс-тур по Иордании. Через всю страну нас в наглухо тонированном микроавтобусе возил интеллигентного вида при костюме и галстуке орданец Суфьян. Он был обаятелен, внимателен к мелочам и знал немало русских слов, типа Перекур, КФС и Ножки Буша. «Мое имя очень просто запомнить», — улыбаясь, приговаривал он со своим арабским акцентом. Петросян, Хачатурян, Суфьян. Говорил, что рядом с нашим пятизвездочным краон-плазом можно гулять даже ночью. Потом с сомнением смотрел на безлюдную улицу, уходящую в темноту, показывал пальцем и говорил, «Вон туда можно, там золотой магазин». «А русских вама немного?» — Суфьян спрашивал я. «Довольно много», — отвечал он. «И как они держатся общиной или просто работают здесь?» «Большинство замужем», — отвечал Суфьян. От горы Моисея с причудливым змееобразным посохом на вершине до маслянистого, словно щелочь мертвого моря. От древних до невозможности мозаик, до загадочной величественной Петры, высеченной в красном камне. От деревенских кафе до пятизвездных отелей «Вот этот престур остался бы рядовой поездкой, если бы не то, что случилось со мной в последний день». Утром за традиционным шампанским Суфьян объявил, что сегодня в программе заявлено посещение странно-приимного дома Русской Православной Церкви на Иордане и место крещения Христа. «О, — обрадовались журналисты, — так это прекрасно! Мы окунемся, непременно окунемся. Место там особенное. Такую возможность упускать никак нельзя». Я с сомнением пожал плечами. «Ну а ты что ж посмотрели на меня, коллеги, ты разве не собираешься там окунаться?» «Да что мне смущенно отмахнуться? Я же даже не крещен. Ну вот какой толк мне там окунаться?» «Ах, вот как!» — всплеснули руками журналисты. «Так ведь непременно же там тебя и покрестим. Ну, посуди сам, где как ни там. Покрестим ведь?» И чем дольше мы ходили по узким тропинкам среди густых зарослей на берегу Иордана, тем сосредоточеннее и тише я становился. Я всматривался в темную воду Иордана, касался руками листьев невысоких деревьев, проводил пальцами по деревянным перилам. И чем дальше, тем больше утверждался в мысли, что креститься вот так вот между ужином и шампанским это какая-то огромная ошибка. Неправильно что-то очень важное превращать в аттракцион для туристов. А в том, что это что-то очень важное, я уже не сомневался. К тому моменту, как мы собрались у небольшой стойки церковной лавки странно-приимного дома при русско-православной миссии, я уже твердо знал, что вот так, так креститься я не буду. Пока коллеги покупали себе какие-то специальные рубахи для того, чтобы окунаться, а с ними воду Иордана, свечи, какие-то кулоны, я стоял поодаль, рассматривая выложенные на прилавке книги. «Ну а ты что стоишь?» — мягко спросила меня женщина с серо-голубыми глазами в монашеской одежде, когда коллеги отправились окунаться. «Бери рубаху, да иди с ними». «Нет, благодарю», — покачал я головой. «Ну вот что мне окунаться? Я же не крещённый». «Так покрестись. Сейчас же вот и покрестись». «Да какое там махнул я рукой, но женщина вышла из-за прилавка и подошла ко мне». «Как тебя зовут, Александр?» «А меня Илария, матушка Илария, в миру Ирина из Москвы. Я вот Господь меня сюда привёл». «Вот что, Александр, наш настоятель бывает здесь редко. Обычно он в разъездах с паломниками, в делах. А сейчас он здесь, представляешь? Вон там, в соседней комнате, будто тебя и ждёт». И, не дожидаясь ответа, взяла меня за руку и проводила в просторную белую комнату. А из мебели в той комнате был разве что простой белый диван, пара кресел, маленький журнальный столик. На диване сидел пожилой священник в светло-сером балахоне с ослепительно белой бородой. «Ну, зачем пришёл?» Он смотрел на меня с какой-то доброй улыбкой, с какой взрослой, обычно смотрит на маленьких детей. «Я, я, я растерянно замямлил «я», ну, в общем, это я креститься пришёл». «Хорошо», — кивнул настоятель. «Креститься — это очень хорошо. Ну, вот только скажи мне вот что. А что такое православие?» Православие, ну, это когда оно, в общем, это, а затем... Стыдно вспомнить сейчас, что я нёс тогда своим тихим, дрожащим голосом, сидя перед настоятелем в том белом кресле. А тот, тот даже в лице не изменился. «Хорошо», — ободрявший кивнул он. «А кто такой Иисус Христос?» «Ну, это...» Когда я закончил, настоятель продолжал улыбаться. Помолчав немного, он сказал, «Вот что, желание покреститься — это хорошее желание, но очень важно понимать, что это такое, почему это и зачем. Вот пока ты не сможешь оценить это, ты не сможешь это принять. Откуда ты из Москвы? В чём же дело? Там свыше трёхсот прекрасных храмов, там тебя любой батюшка покрестит. Ведь по большому счёту неважно, где ты примешь крещение — здесь или там, но очень важно, чтобы ты знал ответы на главные вопросы. Важно, чтобы они были у тебя и в голове, и в сердце». Тот священник прервал его помощник, подошёл, протянул ему трубку мобильного телефона, объяснял что-то кратко. Настоятель взял телефон и начал говорить, со своим собеседником, а я смущённо смотрел в пол. Вот странно, да? С одной стороны, я вроде как сам принял решение не креститься вот так и здесь. Я понимал, что это требует и подготовки, и знаний. С другой стороны, я никак не мог избавиться от неприятного ощущения, будто бы мне сейчас двойку поставили. Я тяжело вздохнул и привстал с кресла, мол, слушайте, я не буду вам мешать, спасибо вам, я всё понял, я пойду. Однако настоятель жестом руки усадил меня обратно. Нет, мол, сиди, я с тобой ещё не закончил. Хорошо, улыбнулся священник, вернув трубку своему помощнику. А теперь рассказывай. Что рассказывай? Окончательно растерялся я. Рассказывай, зачем ты пришёл сюда на самом деле. Он наклонился ко мне и, вот вспоминая этот момент сегодня, я понимаю, что это было больше, чем просто запах, который исходил от моего собеседника. Вот если бы свежесть и свет могли быть запахом, это был бы именно такой запах. Я смотрел прямо в его улыбающиеся глаза, и мне хотелось приблизиться ещё, чтобы окончательно раствориться в этом особенном, будто бы давно забытом запахе, ощущении, атмосфере. И я начал рассказывать. Я рассказывал о своих нескладных отношениях, о своём тяжёлом характере, о том, что я плохой сын и отвратительный отец, о том, что у меня нет ни сил, ни желания двигаться к своей цели, да и цели, если задуматься, никакой нет. О том, что я словно лист, неприкаянный в горной реке, несусь туда, куда течение вынесет, а течение, оно чем дальше, тем не милосердней. Мои журналисты уже давно окунулись, обсохли и ждали меня у нашего тонированного микроавтобуса, а я... а я всё рассказывал. И чем дольше я рассказывал, тем шире становилась улыбка священника. «Вот смотри», — сказал он, «вот всё, что ты мне до этого плёл про православие, вот то прям никуда не годится. А вот то, что ты мне сейчас рассказал, мне, как священнику, это словно бальзам на душу. Видишь ли, какая штука?» Откровенно говоря, я уже не вспомню точно, о чём мы с ним говорили тогда конкретно, но говорили долго, очень долго. Я тогда не осознавал, что в сущности это была моя первая исповедь. «А вот как мы поступим», — сказал, наконец, настоятель. «Ты сейчас, отправляйся домой, возьми там лист бумаги и напиши на нём все-все-все свои грехи. Вот как ты их сам понимаешь, так и напиши. А завтра с утра пораньше приезжай ко мне. Я тебя и покрещу». «Но у меня завтра в шесть утра самолёт», — с сожалением ответил я. «Жаль». «Ничего, вот тебе мой совет. Вернёшься в Москву, ступай в храм на Юго-Западной, пройди ктихизацию, вот чтоб всё по уму, и покрестись». На совершенно ватных ногах я вышел в комнату с церковной лавкой. Матушка Илари улыбнулась и без лишних вопросов протянула мне крестильную рубаху. «А вот теперь», — говорит она, — «ступай к реке, окунись». А я попросил у неё ещё крестик и, подумав, пару кулонов для мамы и для дочки. Спустившись к совершенно безлюдной купальне, я переоделся и, сжимая в одной руке крестик, а в другой кулон трижды окунулся в воду, а потом, словно оглушённый прекрасной тишиной, стоял по поясу в воде и то ли плакал, то ли улыбался. «А я словно чувствовала, что ты сегодня придёшь, встретила меня матушка Илари и протянула мне икону. Вот будто бы для тебя взяла. Это Александр Невский. Он твой небесный покровитель. Храни её. И пообещай, что не будешь откладывать скрещение. Вот пообещай мне. Это очень важно». Я взял икону. Она написала мне номер своего мобильного телефона. Вот так, чтобы было на всякий случай, если вопросы какие будут. Я уже собрался уходить, но беспокойная матушка Илари снова ко мне обратилась. «Подожди», — говорит она, — «не отпущу тебя так». Заглянула под прилавок и протянула мне ещё маленький тёмно-синий молитвослов и простой заламинированный прямоугольник, на одной стороне которого была икона, а на другой — молитва. Я окончательно растерялся, не зная, как уж и благодарить её за всё это. А матушка Илари махнула рукой и улыбнулась. «А вот теперь ступай. С Богом ждут тебя». Я сделал пару шагов в сторону двери матушка Илари. Я ведь это даже как креститься не знаю. «А вот так», — показала она мне. «Вот два пальца, видишь, они символизируют, что Иисус и Богом был, и человеком, а три — то Святая Троица, Отец и Сын и Святой Дух». Вот так. Когда я сел в глухтонированный микроавтобус нашей маленькой журналистской делегации, гид Суфьян внимательно так посмотрел на меня и настороженно сказал, «Александр, Александр, вы какой-то бледный, вы мне не нравитесь». Суфьян счастливо выдохнул я, а вы мне нравитесь очень. Правда. Когда микроавтобус вырулил на шоссе, я внимательно рассмотрел ламинированную икону. На одной стороне была икона Богородицы с младенцем, а на обратной молитва. Молитва, которая начиналась словами «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, в дворице». Конечно же, вскоре я крестился. В храме благоверного князя Александра Невского при Мгимо, что на Юг Западной. Но это, это уже совсем другая история.